Долина среднего рейна. Мифы и водный путь. Путешественнику времен романтизма нынешнее судоходство по рейну показалось бы чем-то нереальным. Появление какого-нибудь сказочного персонажа на волнах потока, так часто воспеваемого поэтами, удивило бы его куда меньше. Рейн. Водная артерия и легенда. Призрак рыцаря-спасителя исчезает. Но кто же будет хранителем реки? Непоколебимо возвышается бронзовая статуя на высоком постаменте. Памятник Нидервальду. Германия. Полная патетики, как строфа стихотворения. Отчизна, милая, спокойно будь. Незыблемо и верно твой страж несет на рейне вахту. Здесь, в Рюденсхайме, экскурсанты могут насладиться чудесным видом. Империя 1871 года положила основание грандиозным монументом. По замыслу их вдохновителей они должны были пробуждать национальное самосознание. Отеческий поток, река святая, у Бингена скрывается от взглядов. Гора ей преграждает путь. Но Рейн, преграды точно не заметив, в скале пробив дорогу, стремится дальше. Так Генрих фон Клейст превознес извилистый отрезок реки длиною в 65 километров до Коблинца. Теперь эта часть Рейна причислена к наследию мировой культуры. Красивейшие места Германии, над которыми наш великий садовник явно трудился с особой любовью. Так восторженно писал Фридрих Шлягель. Ничто так не восхищает и не впечатляет, как следы отваги человека на фоне природы. Одинокие грозные крепости на диких скалах. Нигде на столь тесном пространстве не найти такого обилия средневековых развалин. Они свидетели борьбы за власть кровавых войн. Но романтики воспринимали картину мира апоэтизированно. Для них эти развалины – символ естественного распада. Долина Рейна с ее разрушенными крепостями – аллегория человеческой жизни, исчезающей в потоке времен. Феодалов, поделивших между собой долину Рейна, меньше всего волновали красоты природы и их философское осмысление. Единственное, что их интересовало – это стратегическое значение места. Маленький скалистый островок вблизи Кауба идеально подходил для контроля над судами и взимания таможенных пошлин. Крепость Пфальцграфенштайн. Она начиналась с мощной башни, построенной в 1327 году графом Пфальцем. Так он хотел передать своим претензиям большую обоснованность. Позднее строение окружили стенами и оборонительными галереями. Появился бастион, сохранившийся до наших дней невредимым. В средние века перевоз товаров по Рейну стоил дорого. Между Бингеном и Коблинцем насчитывалось более дюжины таможен. Ни одно судно не могло миновать район Пфальца незамеченным. Ненасытный Пфальцграф собирал такие огромные подати, что папа даже пригрозил ему отлучением от церкви. Теперь крепость – памятник архитектуры и непременный пункт программы тура по местам пресловутой рейнской романтики. По всей заповедной зоне можно проехать на специальном экспрессе. Из его окон надеешься полюбоваться картинами, вдохновлявшими наших романтик. Но вместо этого обнаруживаешь, сколь далеки друг от друга воображаемое и действительное. Середина XIX века. По долине Рейна вовсю разъезжают паровозы, на реке гудят пароходы. Наконец-то можно без опасения взглянуть из поезда или с палубы парохода на самую знаменитую скалу Рейна – грозу лодочников Лореляй. Она, кажется, совсем не утратила своей магической притягательности. Невзирая на все разрушения, которые принес сюда, в долину Рейна, прогресс. Здешние места, как мечта поэта. Самая бурная фантазия не в силах вообразить ничего более прекрасного, чем эта долина, которая то открывается взору, то прячется от него. Увы, мало что осталось от романтической мечты поэта Клейста после открытия движения по долине. И все же поэтическое слово спасает прошлое от окончательной гибели. Несмотря на войны и новшества, теснясь на узких полосках берега, в небольших местечках и сейчас открываются взору сокровища культуры, нетронутые временем. В 1803 году писатель Карл Густав Карус обнаружил над старым Бахарахом обветшавшую готическую часовню святого Вернера. Он воспринял ее не просто как явление архитектуры. Казалось, я впервые нашел Отечество, мое Отечество. В поисках национальной идеи форма ощущается как выражение сути. Нашему народу изнутри присуще стремление к мистическому, чистому стилю. И как оно дышит в этой арке, отражается в самой маленькой оконной розетке. Гордость этого места – каркасный дом. Древнейшее обиталище человека, виденное мною в жизни, восторженно сообщает Виктор Гюго. Старый Баххиара – фантастическое место, овеянное сказаниями и легендами. Даже если неверно толкование названия, оно связывает этот уголок с именем греческого бога Вакха. Неудивительно. Уже с 1310 года в Баххарахе существовал винный рынок. Вино давили из винограда, который созревал на каменистых склонах над Рейном. Римские легионеры две тысячи лет назад облагородили растущие здесь дикие лозы. Связь времен. Связь культур. Природа и техника. Искусство и религия. История и саги. С большой высоты кажется, что противоречие между романтическими упованиями и прозой жизни устранено. Становится ясно, почему именно эта часть реки, длиною в 1300 километров, стала святым местом для романтиков. Живописные извилины потока, постоянная непредвиденная смена впечатлений при каждом новом повороте – все это приводило в восторг впечатлительной натуры с повышенным интересом к чудесам. Характерна и в то же время необычна крепость Штольценфельс. Она была жилищем прусского короля Фридриха Вильгельма IV. В поисках исчезнувших высоких идеалов монарх удалился сюда. Он надеялся у вод священной реки уловить близость и дыхание славных героических времен. Еще будучи кронпринцем, он поддался очарованию рыцарской эпохи. «Когда принц рядом, мы непременно витаем в Средневековье». Это сказано о кузене-наследнике Фридрихе. Они не отставали друг от друга в своих фантазиях. Крепость Штольценфельс – крупнейшая из всех и расположена в красивейшем месте. Она никак не повреждена. Запись сделана знаменитым архитектором Карлом Фридрихом Шинкелем. После освобождения от Наполеона Рейнские земли стали владением Пруссии. И город Коблинц преподнес эту крепость престолонаследнику в качестве дара. Шинкелю пришлось восстанавливать средневековые руины. Но Зодчий сотворил для своего господина крепость-декорацию с элементами стилей разных эпох. С неприступными зубчатыми стенами и одновременно изящным. Создатель и властелин прусской военной машины был поклонником мус. Он собирал и жизнерадостные картины рейнских художников. Протестантского монарха тянуло к наивной живописи рейнского католицизма. Копиями этих картин он украшал стены своих салонов. Не был ли Штольценфельс убежищем короля от политической действительности? Против этого оружие канувших в лету рыцарских времен оказалось беспомощным. В пространство идеализированного, фальшивого прошлого с жилым комфортом нового времени врывается настоящее, разбивая цветные стекла. Параллельно с судоходной рекой, транспортной артерией для товаров и людей невидимо течет иной, воображаемый рейн. Наука дает ключ к разгадке многих тайн природы. Тем самым она лишает мир ореола волшебства. Но одновременно растет потребность в создании фантастических миров, где утраченные иллюзии оживают, вызванные заклинаниями. Искусство завладело великой рекой. Образы поэзии, живописи и музыки живут здесь своей жизнью. Но каким разочарованием было бы узнать, что в водах потока нам не найти его дочерей? Нет, они наверняка до сих пор стерегут на самом дне золото Рейна. Жизнь оскудела бы, стань сокровища фантазии, жертвой рационализма. Как природное течение реки гибнет от регулирования ее вод и развития водного транспорта? Что станется с миром, если все его ценности сведутся только к мирской власти и богатству? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова